Целый день кричат дети. Мало того, что детский садик, вот он, пройдет через забор. Так сюда сделали. Ну зачем такой маленький порт и сделали детскую площадку? Кому-то дети мешают, а кому-то неудобны разбитые ступеньки. Жалобы самые разные, но выходить пообщаться жильцы не спешат. Многие даже не в курсе, что их дом допросился проверки. Я бы собрался, конечно. Я всегда могу на язык сказать, что из-за этого и меня не приглашают никуда. Нас таких, которые хотят, чтобы лучше было, не хотят приглашать, даже не присылают. Мы инкогнито узнаем, когда собрание, и тогда приходим. Вид дома нареканий не вызывает. Подъезды чистые, даже занавески на окнах. Но жильцы уверяют, это до первых осадков. Непригожий день к дому не подступиться. Постоянно капает с козырька. Осадки идут и круглый год. Вот сейчас дождь вчера прошел, посмотрите, что там творится. И постоянно капает вот сюда. А зимой вообще здесь топором рубать надо лед. Лужа стоит после дождя. И вся. Вот 37 лет живем здесь, 37 лет вода туда уходит. Там же могут размыть фундамент. И так же лопнет и дом. Есть ответные жалобы и у руководителя управляющей компании. За должность жильцов на текущий ремонт 100 тысяч рублей. А если не платить, то и ремонту взяться неоткуда. Собственники должны понимать, что какие-то виды работ производятся текущим ремонтом. А текущий ремонт – это восстановление работоспособности. То есть мы не производим капитальных ремонтов. Зачастую у собственников нет должного понимания, что такое текущий ремонт, что такое капитальный. И откуда и какие средства должны на это тратиться. У дома 308-3, как оказалось, есть совет жильцов. Но работает слабо и не проводит регулярных собраний, на которых и нужно решать проблемы. Политика в сфере управления многоквартирными домами, она настроена на то, чтобы на каждый дом управляющая выходила, давала предложения. И каждый дом имел индивидуальный размер платы, соответствующий индивидуальному, характерному только для этого дома, перечню работы услуг. И хотя управляющая компания пообещала отремонтировать ступеньки в подъезд, этим все не решится. Необходима инициатива и заинтересованность жильцов для составления плана ремонтных работ. Анна Туполева, Фатима Зурабова, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону.